В Лобнинских политических кругах прибыло. На первом собрании молодежного парламента побывала наш корреспондент Елена Козлова. Все в сад. Благо такое существует в администрации города и оказываются здесь не неугодные, а ожидающие своей очереди. Вечно зеленый уголок помогает и с мыслями собраться и на работу настроиться. Сегодня здесь впервые оказался молодежный парламент в ожидании своего первого рабочего совещания. Совет депутатов уже по традиции затягивался и у нас появилась возможность узнать впечатление новоиспеченных парламентариев от недавно состоявшихся выборов. А вы вообще ожидали, что пройдете? Нет, скажем так, я очень хотела, потому что я хотела развивать свою политику, но я сидела просто с кулачками вот так вот и у меня был наблюдатель присутствовал и когда он вышел и сказал то, что все, я такая да. И потом возник вопрос, теперь надо что-то делать и вот соответственно пошли вот эти всякие различные идеи, проекты. Учеными доказано то, что на ногах находится множество областей, которые отвечают за органы человека и если делать массаж, то есть когда человек ходит босиком по каким-то рельефным областям, то происходит массаж стоп. И у меня есть проект сенсорной дорожки, который можно было бы сделать в парке, по которой было бы полезно ходить людям босиком или в носочках. То есть хочется, чтобы это было не просто парк отдыха, но и здорово? Да, конечно, потому что это очень важно, когда человек здоров, ему хочется что-то делать в своей жизни в целом. Азарт закончился или нет? Конечно, закончился. Остались только дела. Будем действовать, будем делать, будем выполнять предвыборное обещание. Обещал я сделать ячейку проекта «Лев против» в городе Лобня, направленный на людей, которые нарушают федеральный закон номер 15 и федеральный закон номер 20 по курению в общественных местах и распить алкоголь в общественных местах. Активистов я уже набрал в городе Лобня, добро из Москвы получил. Будем действовать уже в ближайшие выходные, в ближайшую пятницу, я думаю. Уже увидим дружину на улице? Не дружину, а активистов. В общем, победа уже есть? Да. Или нет? Победа есть, безусловно, ведь я попал в парламент. На самом деле, ну не то, что не ожидал, даже не догадывался, просто надеялся на поддержку друзей, товарищей, которые придут проголосовать. Сколько оказалось товарищей и друзей? 30 человек. Вы ожидали? Да. Третье место в округе. Ну, безусловно, хорошо. Я рад. По большей части я знал, что я пройду, потому что я достаточно активный человек. Очень позвал достаточно много людей, там что-то около ста. Но, правда, пришло порядка 30, потому что получилось так, что у кого-то нет прописки, она московская или еще что-то. Кто-то не смог из-за работы, кто-то из-за каких-либо кружков. Вы обиделись? Нет. Я как бы уважаю мнение каждого человека и их время. То есть они в списке ваших товарищей? Да, конечно. Будем надеяться, что они придут на ваши мероприятия? Я знаю, что они придут. Председатель молодежно-избирательной комиссии Евгения Сорокина подтвердила. Посмотрим сейчас на ребят, как они будут взаимодействовать между собой, как найдут компромиссы, потому что программа у них у всех интересная, все они хотят осуществить свои программы. И первое сообщение председателя молодежно-избирательной комиссии было принято единодушно. В соответствии с положением о выборах членов молодежного парламента при совете депутатов города Лобни от 22-го, 12-го, 2015-го года молодежно-избирательная комиссия Лобни решила признать выбор молодежного парламента при совете депутатов города Лобни состоявшимися и действительными. Второе решение далось более сложно. Согласно положению, первое заседание молодежного парламента началось под руководством главы города Лобня. Он поздравил членов парламента с их первой победой и помог провести процедуру выбора председателя молодёжного парламента. Вы все молодцы, вы победили. Я вас поздравляю, это ваша первая победа на политической арене. По результатам человек лидер. Моё предложение на должность председателя молодёжного парламента предложить бы Ленина Алексея Сергеевича, преподаватель средней школы номер 7. Он победил первое место в третьем округе, где все ребята, девушки, все поопытнее, постарше. Я предлагаю эту кандидатуру для рассмотрения его председателя молодёжного парламента. Есть у кого другие предложения? Я себя предлагаю. Себя предлагаю. Это не возбраняется, каждый имеет право предложения одного субъекта. Я предлагаю Светланову Иванову. Я Светланову предлагаю. Тогда записываем. Давайте тогда по степени и по очереди. Значит, Балинин, Парфёнов. Здорово. Здесь третий округ. Так и? А добавили? И Смирнов. Нормально. И Крылов. Это второй. Крылов это довольно. И Крылов. Интересно. Стоит. Есть ещё предложения? Нет. По процедуре, значит, по мере поступления предложений я ставлю вопрос на голосование. Первая кандидатура, которая для голосования Балинин, Алексей Сергеевич, преподаватель седьмой школы. Пожалуйста, кто за... Прошу поднять руки. 12. Всё, 12. 12 – это абсолютное большинство у вас. В любом случае, даже на численность. Считаем, что решение принято. Здесь Балинин, Алексей Сергеевич. Поздравляю. Далее заседание продолжил вести председатель молодёжного парламента Алексей Былинин. Я же обещал готовить, поэтому председатель буду готовить лично дальше. Добрый день всем. Еще раз. Заместителем председателя был избран Матвей Лебедев, набравший максимальное количество голосов по второму округу. Секретарем молодёжного парламента стала Анита Пак, лидер первого округа. Следующий шаг молодёжного парламента – это разработка плана по молодёжной политике на ближайший год и формирование рабочих комиссий. Поскольку молодёжный парламент сформирован при Городском совете депутатов, то в целях практики и для обеспечения взаимодействия глава города Николай Гречишников пообещал, что председатели рабочих групп молодёжного парламента со временем войдут в состав рабочих групп совета депутатов. У нас ещё до работы совета депутатов до сентября ещё есть время, полгода. Я думаю, вам надо в обязательном порядке этот период пройти с большой пользой. То есть постараться набраться опыта, вот такой парламентской работы, наметим планы. И всё, что вы хотите, мы вас научим, и вы будете уже готовы к парламентарии. Если из вас кто-то уже, может быть, наметил планы баллотироваться у нас в сентябре, выборы совета депутатов. Это тоже не возбраняется. Есть желание, будем помогать. Я вам готов помогать, если вы готовы попробовать это. Попытка не пытка, но опыт наберёте хороший. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лудня».